Всем привет, с вами Эд. Сегодня мы поговорим про накамерные вспышки. Вот таким образом они выглядят. Я вам расскажу, как я к ним относился, как я к ним относился потом и как я к ним отношусь сейчас. Очень долгое время я такие вспышки не любил. Да, конечно, еще в 2008 году я был свадебным и репортажным фотографом, и портретным фотографом, дни рождения снимал, что угодно вообще. И в этом случае, конечно, я ставил вспышку себе на камеру, лупил либо в потолок, либо тут вот есть еще такая штучка беленькая, чтобы она отражала свет на лицо человека. Конечно, я пользовался, у меня были кэнновские родные вспышки, потому что я снимал долгое время на Кэнн. Но когда я начал снимать что-то более вдумчивое, типа студийные фотосессии и предметы, то есть предметная съемка у меня появилась, и тем более, когда я уже пришел в еду, это было сравнительно не так давно, лет 7 назад, я уже практически не использовал эти накамерные вспышки, потому что у них есть много недостатков. Я ненавижу пальчиковые батарейки, аккумуляторы. Батареек, во-первых, не напасешься, а аккумуляторы, даже если у тебя их много, то их нужно заряжать. Это серьезная головная боль, они выходят из строя, если ты там как-то в неправильном режиме их заряжаешь, или там зарядное устройство какое-то не то. И тебе нужно постоянно это контролировать. Ты не можешь выехать на одну съемку с полностью заряженными аккумуляторами, отснять целую съемку и потом не зарядить и поехать на вторую съемку, потому что, скорее всего, на второй они на середине сдохнут. Заряжаются они очень долго, и ты попадешь в просаг. Нет у них пилотного света. Они маломощные. Когда-то вот в 2010, по-моему, году, я фотографировал, у меня была своя портретная студия, я фотографировал людей, и там вообще у меня доходили диафрагмы до 10-11, для того, чтобы побольше в резкости было, чтобы была четкая такая картинка. Сейчас забавно про это говорить, но тогда мне требовалась мощность, и когда я снимал людей, мне нужно было, чтобы вспышки стояли чуть дальше, на них были большущие софтбоксы, которые нужно было заполнять, и спидлайты просто не вывозили. Я продолжал немножко снимать репортажку, поэтому у меня они были. У меня всегда были спидлайты с 2007 года по настоящее время. Не было ни минуты, когда у меня не было спидлайтов. То есть где-то они либо на полочке лежали, либо с собой в рюкзаке, либо, не знаю. Но вот очень большой промежуток времени я не пользовался спидлайтами, они у меня были, но я снимал со студийными моноблоками. У спидлайтов какие еще недостатки? В то время была очень дорогая система стабилизации, она называлась Pocket Wizard. И олды помнят, по-любому у кого-нибудь, может, до сих пор осталось, нахрен она теперь никому не нужна. Стоили баснословных денег для меня на тот момент все эти синхронизаторы. При этом они очень коряво как-то крепились, мне все это не нравилось. Был родной для Canon этот TST-E3 или что-то такое, который запускал родные кэнонские вспышки, не знаю по какому каналу. Это все было достаточно ненадежно, и сам пускатель стоил по стоимости как вспышка. То есть если для того же Godox сейчас можно X-Pro купить там за 4000, и вспышку, не знаю за сколько, вот эту я вообще за 3,5 купил. Ну вот это вот там за 15 что ли можно купить, V1. И все, и управлять. То есть разница в цене есть. То у кэнона была топовая вспышка, потом шел синхронизатор, и потом шла типа не топовая вспышка. Это как-то для меня до сих пор очень странно, но на их совести остается. Очень были неудобные системы крепления. Я сейчас вот прям сиюминутно не смог найти, но вот эти дурацкие там подножки для вспышек, которые вот сюда крепятся, и потом ты это на стойку закрепляешь, и ты не можешь вспышку опустить, там направить как-то вниз, либо тебе это нужно на штатив прикручивать. Это все было очень неудобно. Они плохо заполняли софтбоксы большие. Вообще, в принципе, были, ну, достаточно неудобными в использовании для ежедневного использования, для профессионального фотографа, который снимает не репортажку, а именно предметку и что-то статичное. Мое отношение к спидлайтам, вот к таким накамерным вспышкам, поменялось в тот момент, когда у меня уже были AD600, у меня была система синхронизации Godox, до этого у меня был XT32, я его Журнакова продал, и у меня была система Godox, и я подумал, блин, вот у меня эти спидлайты, я их никак не могу включить в свою систему, поэтому я их продам и куплю один нормальный спидлайт Godox, попробую, что это такое. И я не хотел покупать самые бюджетные модели, хотя была такая возможность, типа TT600, потому что не хотел связываться, опять же, с пальчиковыми аккумуляторами, это все противно. Я купил себе Godox V850 второй версии. Что такое Godox V? Это система Ving, так называемая. Все вспышки с этой буковкой в названии имеют встроенный литий-ионный аккумулятор. Вот так вот это все выглядит. У вас есть встроенный литий-ионный аккумулятор, который вы ставите в зарядник. Зарядник его заряжает, вы вставляете его в вспышку, и понеслась. Его хватает в среднем на Godox на 500 пыхов на полной мощности. Это очень много, никакие пальчиковые аккумуляторы с этим, конечно, не сравнятся. Но, соответственно, эта вспышка стоит дороже, солидно, чем версия на пальчиковых батарейках. И еще, если у вас сел встроенный аккумулятор, то вы не можете свапнуть просто аккумуляторы пальчиковые, и продолжить снимать то, что вы там снимали так интенсивно. Поэтому тут тоже есть какие-то свои нюансы. Это каждый для себя выбирает. Но это мне было намного удобнее. Там был зум 200 миллиметров. То есть супер сфокусированный, с помощью встроенной линзы Фринеля, супер сфокусированный источник света. По мощности мне его хватало тоже нормально. И встроенная система синхронизации Godox, то есть вот этот пускатель стоит у меня на фотике, и все вот эти вспышки я могу запускать, и большие свои студийные моноблоки я могу запускать, аккумуляторные моноблоки я могу запускать, все что угодно. Все управляется с одного пультика. Супер удобно, супер классно. Не нужны никакие дурацкие приблуды, которые вот сюда вот накручиваются. Прослойка между стойкой и вспышкой. В общем, нет. No-no. Плюс, к тому времени появилось, я сразу его заказал, вот эта вот штука. Это Godox S-Mount для баунсовских софтбоксов. То есть тут нормальное крепление. Сюда можно надеть любой софтбокс. Горшок, соты, стрип, бьюти-диш, все что угодно, все что вы захотите, можно вот сюда надеть. А еще, как оказалось, такие дебильные софтбоксы, треугольные, которые раскладываются. Их тоже можно сюда надевать. Я их не очень люблю. У меня один такой есть. Не знаю, что с ним сделать. Купите у меня его. Можно на вот этот вот диск, его пружинку надеть, и у тебя будет такой софтбокс. Прекрасно. Металлическая вставка внутри, хороший зажим, хорошая регулировка. Вот это. Пусть она ступенчатая в этой версии, в первой, по-моему, во второй сделали плавную. Но когда ты что-то крупное крепишь сюда, то это важно. То есть тут прям ты не можешь это сломать. Условно. Конечно, сломать можно все, что угодно. И мне очень понравилась эта система. Плюс мне примерно в это же время я там Журнакову дал съездить, свадьбу отснять с этой вспышкой своей. И мне магазин, так же, как есть другие магазины, уверен, вы все знаете, но есть такой магазин Gearbest.com. Много раз, в принципе, я через него заказывал. Сейчас как-то чаще в других местах заказываю. Но если вы заказываете... Короче, мне они прислали Canon-овскую вспышку. Это Sony. Вот, Canon. Они мне прислали вот эту вспышку, типа на обзор, чтобы я вам про нее рассказал. Вернее, они мне предложили выбрать товар на определенную сумму, чтобы я рассказал, что получил его от магазина Gearbest. Короче, вот эта вспышка от магазина Gearbest. К сожалению, они сейчас Godox'ом не торгуют, но если вы сторонник этого канала, если вам понравится это видео в итоге, вы, пожалуйста, в описании к этому видео перейдите по ссылке. Она, по-моему, даже не аффилиатная, а просто для того, чтобы Gearbest отследил, вообще, пришел кто-то или нет. Я с опозданием публикую этот обзор. Ну, короче, не суть. Если нажмете, поможете. Не нажмете, не страшно. Плюс там есть всякие... Все, что угодно, короче, продается. Так же, как и на других подобных площадках. Нажали, помогли, не нажали, ну, бог с вами. Лайк хотя бы нажмите. Вот. Короче, у меня была вот эта вспышка. Я Журнакову дал свою хорошую вспышку в 852-й версии. Он мне ее расколошматил. И, ну, собственно, и купил. Сломал, купил. У меня про это есть целое видео. Если интересно, посмотрите. У меня была вот эта маленькая вспышечка. Она... Какие у нее есть преимущества? Например, она суперкомпактная. Она очень мало весит. Она весит меньше, чем статистический объектив. И она работает всего на двух пальчиковых аккумуляторах. Дальше я вам расскажу подробнее, что за прикол есть у этой вспышки. Но это хорошо, потому что у меня, например, раньше была одна зарядка для пальчиковых аккумуляторов на 4 штуки. То есть на одну вспышку мне нужно было минимум 8 аккумуляторов, чтобы не сесть в лужу, чтобы я мог снимать, снимать, снимать. Если что-то село и стало медленно заряжаться, в смысле вспышка стала медленно срабатывать, можно заменить комплект аккумуляторов севших на свежий и продолжить работать. Для этого мне нужно было 8 аккумуляторов заряжать. И это в два захода. Заряжаются они долго. Нужно было ставить будильники, следить за этими зарядками. Это, короче, геморрой страшный. Для вот такой вспышки один комплект аккумуляторов это две штуки. То есть это полкомплекта обычной вот такого типа размера вспышки. Соответственно, за одну закладку аккумуляторов вы получаете два полных заряда этой вспышки. Тем более, я не считаю, что эта вспышка как бы супер основная для прям большой коммерческой работы, но для новичков, для начинающих и для тех, у кого есть уже большие моноблоки, это супер крутая вспышка, которую можно таскать всегда с собой. Плюс, я сказал уже, что это вспышка для Canon. У GearBest не было тогда для Panasonic'а. А сейчас на GearBest вообще этих нет штук, но там есть много других, еще раз. Короче, вспышка для Canon'а, но я спокойно вот с этой камеры через вот этот пускатель, который для Panasonic'а, я запускаю эту вспышку. Я запускаю вот эти вспышки Sony, которые принадлежат Кириллу. То есть, я могу вот эти вот четыре... Вот эта вспышка для Panasonic'а конкретно, у нее свой контакт, для Canon'а свой контакт, для Sony'а их абсолютно ужасные контакты. Закидайте меня помидорами. Ножки ломаются вот у этой вспышки. Кирилл ее уронил, вернее, ему ее уронили, и ему пришлось поменять этот, соответственно, башмак. Я могу с подходящего к моей камере пускателя запускать все неподходящие к моей камере вспышки. Вообще просто не глядя. Еще какое преимущество есть? Я, например, вот этот пускатель, он для Panasonic'а. Я его купил, он стоил на тысячу дешевле всех остальных, а Sony стоил на тысячу дороже всех остальных. То есть, разница... Я купил его что-то за четыре тысячи рублей в Екатеринбурге прям, а на Sony там стоил типа 5800 примерно. Вот такой же точно пускатель в этом же самом магазине. То есть, ну, грубо говоря, если вы хотите сэкономить, вы можете купить под свою систему, к сожалению, пускатель, но вспышку вы можете накупить вот ТТ-350О. Это типа Olympus. Почему-то Godox решили, что Olympus важнее, чем Panasonic. Я с этим не согласен. Вот, надо было просто М4-3 тут значок сделать, и не расстраивать никого. Короче, вы можете вот таких дешевых накупить, потому что их типа Canon-воды, Fuji-воды и Sony-воды не покупают. Вы можете себе их купить и использовать, если только off-камера, то есть не на камере. Я-то могу на камере прекрасно использовать. Это, кстати, меня подводит к еще одному крутому преимуществу именно вот этой вспышки ТТ-350. Если сюда, на вот эту вот G9, которая нифига не малышка, установить вот эту вот дуру, извините, то она будет у вас всегда на ремне вот так вот болтаться. С этой вспышкой вообще никаких проблем нет. Достаточно выглядит все органично, компактно и работает, ну, прямо скажем, не хуже. Первый раз с этой вспышки ТТ-350 я поехал снимать со своим другом Ромой Калининым. Это у нас тут один из лучших шеф-поваров. Даже у него такой титул есть в одном из конкурсов. Мы с ним погнали в Тюмень, он там давал званый ужин, а я снимал видео. Хотел снять про него такую, типа, документалку, просто потренироваться и ради интереса, и просто потусить съездить. Вот. Но пока с документалкой там все зависло, потому что у меня немного материала. Но я решил, я же, блин, фотограф, фуд-фотограф, он будет там красивое, классное блюдо делать, тем более я их буду все есть, и я могу их сфотографировать. Но перед собой в Тюмень на поезде вспышки большие AD600 как-то накладно, плюс к ним надо мощность в стойку, большой софтбокс и все такое. Я, в общем, взял ТТ-350, зонтичный софтбокс 50 на 70, по-моему, у меня есть, самую тоненькую вспышку, которая у меня есть, две пальчиковые батарейки, пускатель и все. То есть у меня все это влезло в один большой рюкзак. Я со всем этим приехал, поснимал видео и поснимал в промежутках еду. Получилось отлично. Я даже камеру, по-моему, брал одну, и на нее же вот гашек пятый я брал. Я на него снимал видео, а в момент, когда я не снимал видео, я подбегал к стойке своей со светом, ставил блюдо и фотографировал его. Вот фотки я вам показываю. Короче, вполне себе результаты, для такой вспышки, для очень быстрой лайтовой съемки. Прекрасные. Там, в общем, на этой съемке я понял, что вообще можно дать шанс таким вспышкам. И если понимать все нюансы, с ними можно снимать даже коммерцию, вообще не парясь. То есть я периодически снимаю. Например, я пригоняю на съемку, где мне нужно снимать с мягким светом, куча блюд, и несколько блюд нужно снять жестким светом. Я абсолютно спокойно могу вот эту вспышку, одну, поставить на отдельную стойку, направить ее на отдельный стол, там постелить фон для жесткого света, брать блюдо, нести туда и делать кадр. То есть я переключаю тут, выключаю одну группу, включаю другую, или переключаю канал на пускателе, вспышка на другом канале, она не срабатывает, когда я снимаю с мягким светом. Когда я подхожу к ней, я переключаю канал, тени срабатывают, мягкий свет, срабатывает только эта, голая вспышка с жестким светом. Сейчас я расскажу вам, почему это круто. Внутри этой вспышки есть такая штука, называется Zoom. Zoom это когда у нас вот в этой проекции вспышка находится либо тут, далеко от рассеивателя, либо близко к рассеивателю. Когда она находится близко к рассеивателю, соответственно у нас широко разливается свет от вспышки вот там под каким-то вот таким вот углом. А когда у нас наоборот Zoom далеко, то есть вспышка находится здесь, то есть у нас угол освещения изменяется сильно, становится намного уже, и вся мощность вспышки пучком идет туда, куда вы ее направляете. Я не буду сейчас подробно рассказывать, но вот эта маленькая вспышка, кстати, это на моем курсе по паттернам, я там рассказывал, как снимать с жестким светом, для того, чтобы собирать самые красивые, любимые мои паттерны с жестким светом, я выяснил, что вот эта вспышка по мощности и вообще по подходящести для съемки с жестким светом подходит лучше, чем AD600. И по мощности в том числе. По мощности она не уступает, по жесткости света она выигрывает. Серьезно. Типа, очевидно. Это было, конечно, для меня очень большим открытием. Но, опять же, все скажут, она все равно заполняется в бокс неравномерно, все равно у нее там маленькая мощность и все такое. Но эта вспышка в каких случаях очень хорошо подходит? Например, если мы снимаем в интерьере, и в интерьере есть уже какое-то освещение, нам нужно только блюдо или модель осветить искусственным освещением, подгоняя его мощность под существующее. Конечно, эта вспышка намного сильнее любых постоянных источников света. То есть, единомоментно она выдаст все равно больше света, чем даже какой-нибудь хороший... Вот у меня APUCHO 120D, я уверен, что эта вспышка дает мощность, на полной мощности больше света, чем этот крутой светильник. Если у нас контролируемые условия, например, мы снимаем в достаточно темном помещении, можем все зашторить окна, выключить весь стальной свет, то эту вспышку можно использовать как основную, без проблем. Да, конечно, если вы снимаете там зеркальные поверхности, если вы снимаете черные глянцевые бутылки, то недозаполненный, неправильно заполненный модификатор света, типа стрипа, он, наверное, будет считаться. Но если вы между вспышкой со стрипом и объектом съемки проложите, например, фрост, то уже намного слабее будет это считаться. А фрост на съемке глянцевых отражающих объектов в любом случае нужен. То есть и в этом смысле она, в принципе, подойдет. Для того, чтобы подсветить в солнечный день, для того, чтобы перебить солнце, конечно, она не подойдет, в любом случае. Но чтобы подсветить тени, она подойдет. Если говорить о каком-то смешанном свете, когда у вас и так уже и диафрагма приоткрыта, и ISO чуть поднята, чтобы поймать необходимый баланс поступающего света и возможности вашей камеры и того, что вы вообще снимаете, эти вспышки тоже отлично подойдут. Дать акцент какой-то, либо наоборот, послужить ключевым источником света. В принципе, в таких условиях она отлично подходит. Ну и встроенная синхронизация Godox, вот это вот, это очень круто. Помимо того, что вы запускаете с этого передатчика, запускаете все эти вспышки со всеми настройками, вплоть даже, по-моему, до зума. Да. Прикиньте, зум. Офигенно. То есть, я даже зум контролирую с этого передатчика на этой вспышке. Я не знаю, что еще может быть нужно, но знаю, что тут еще есть. Если у вас во время важной съемки коммерческой, у вас эта вспышка валяется просто в рюкзаке, у вас стоит вот этот синхронизатор и вдруг он сломался, что вы будете делать? Вам нужно срочно покупать синхронизатор либо придумать, как какими-то проводами синхронизовать ваши основные вспышки. Вы можете просто взять эту вспышку, поставить на ней режим мастер и снимать. То есть, она не будет вспыхивать даже, она просто будет управлять всеми остальными вашими вспышками Godox. И две этих вспышки вообще легко-простно помещаются вместо одного объектива или если вы их разделите, то они помещаются в любые карманы. Если вы их сложите, они могут обнимать там часть объектива и находиться в одном отсеке вместе с ним. Короче, мне кажется, это очень-очень-очень прикольные вспышки. Единственное, что мне осталось сказать, это то, что есть версия вот подобная с буковкой В. В ней литиевый аккумулятор, которого хватит намного дольше, чем даже четырех ваших пальчиковых батареек. Он будет намного быстрее заряжать эту вспышку и до полной мощности, и до той, на которой вы снимаете. Но стоит версия с тем аккумулятором, по-моему, в два раза дороже, чем вот эта вспышка. Я не считаю, что два аккумулятора это такая же, вообще даже рядом такая же проблема, как четыре аккумулятора. Поэтому я смело могу вам посоветовать купить Godox TT350, а не V350. Икеевские эти аккумуляторы я использую везде. Lada 2450 прекрасные. Меня всем они, в принципе, устраивают. Ну и у меня еще появилась, у меня так и осталась вот та самая, самая старая 2007 года зарядка Соневская, по-моему. И я купил еще себе инженерную для банок 18650, и она же еще умеет пальчиковые батарейки заряжать. Вот, наверное, и все, что я хотел бы на сегодня вам рассказать. Если вы хотите более технический обзор всех возможностей, которые есть в этой вспышке, если вы хотите, чтобы я что-то поснимал с этой вспышки и показал, как это реально работает, может быть, ставил ее там в октабокс и на реальном примере что-то сделал, ставьте лайк этому видео, чем больше лайков, если больше 500 лайков наберем, я 100% что-то подобное выпущу. Если хотите помочь каналу, сходите по ссылке на Gearbest, потому что они мне все-таки прислали эту вспышку, пусть они поймут, что я хоть кого-то направил на их сайт, кто-то захочет что-то купить или нет, это не суть важно, просто мне для отчетности это нужно. Если у вас остались вопросы по этой вспышке или по любым другим вспышкам системы Godox, можете задавать их в комментах, у меня есть огромный обзор другой вспышки от Godox уже студийной, она может быть интересна также начинающим фотографам, вот. В общем, всем спасибо за внимание, всем пока!